Здравствуйте! Ну что, похоже, для депутата Госдумы Александра Хинштейна снова работенка нарисовывается. И все по той же теме рекультивации стрелки рек Волга и Сок. И с поганиной Сокским карьеру управлением. Напомню, что положив глаз на эту территорию и вознамерившись тут отгрохать островок счастья для богатых, с аквапарком, гостиницами, яхт-клубом, пусть и не имея разрешительных документов на строительство, карьеру управления начало рубить деревья ударными темпами, завозить на стрелку горы, щебни и доломитки. Благо этого добра у них с карьера-то навалом. Успели наворотить прилично, но вот когда Хинштейн вмешался и тормознул все это дело, а после добился и полного прекращения работ, поскольку они были незаконны, и все смог популярно объяснить бенефицару Сокского карьеру управления господину Лаврентьеву, тот и взял на себя обязательство по приведению стрелки в первоначальный вид за свой счет. Планировалось, что работы должны были начаться еще весной этой, но тогда прям целая канитель началась. У карьеры управления план рекультивации был не готов и не согласован, да и выходило, что людям перекрыли бы доступ к месту отдыха на все лето. Ну, в общем, под гарантией депутата Хинштейна договорились перенести на август. Вот тогда господин Лаврентьев ничего не оспаривал, совсем соглашался, послушно кивая головой. И вот, кстати, обратите внимание на его руки. По мне, так это свидетельство того, что человек очень нервничает, хотя и говорит вроде бы правильные слова. Возможно, наверное, понимал, что врет, но вот делает это осознанно. На сегодняшний день компания «Тает» заинтересована скорейшим проведением восстановительных работ. Для этого нужна помощь, соответственно, контролируемых органов Нижневоскового бассейна управления, чтобы дали все-таки они про это водопользование участком, и Росрыболовство, чтобы согласовать деятельность, которая будет связана с проведением соответствия этой территории. Ну так вот, и отсигнали ли мне люди, что никаких работ по рекультивации так и не начато до сих пор, а уже вторая половина августа пошла. Купальный сезон, по сути, завершен, так куда же еще дальше-то тянуть? Я вот, конечно, бы хотел ошибаться и искренне надеюсь, что, да, до конца месяца работы по рекультивации стартуют, и стороны исполнят взятые на себя обязательства. Но вот люди рассказали, что, по крайней мере, на сейчас, пока вот нет никаких видимых свидетельств и предпосылок, что что-то вот-вот начнется в ближайшее время. Никто на месте не появлялся, никаких сроков и действий с людьми не согласовывал, никакой подготовки тоже вроде бы не проводится. И стоит добавить, что нового проекта так никто и не видел, никакой анонсированной на этом же совещании общественной презентации не было. Вот поэтому, в общем-то, никто из активистов не удивляется тому, что работы так и не начаты. Вот подобный какой-то сценарий они и предполагали с самого начала. Есть сомнения, есть сомнения. Нет, просто вы ждете или вы надеетесь? Нет, ну, Александр Евсеевич обещал, он свое слово сказал, что точно сдержит. И это самое, а раз он не хочет, чтобы его... А если это слово поможет ему в добровольном порядке сдержать, или вы все-таки ожидаете, что... А в добровольном порядке он уже никак ничего не сделает, поскольку уже суд обязал его это все сделать. Он жалобу подал в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. То есть не на суд, суд был окончательный уже, и постановление вступит в законную силу в сентябре. Жалобу вот он подал, чем мотивировал? Что не понимает, как это можно все сделать, как это можно теперь все убирать. И тем более, да, до нулевого цикла. Нет, а когда шли разбирательства с Кенштейном, и, собственно, там же и было выделено время ему на разработку проекта. Он-то может 10 раз ничего не понимать, но есть специалисты, которые это все понимают, знают и объяснят, как что надо делать. И проект этот-то и должен утвердить. Но проект-то составили не рекультивации, а благоустройство этого берега. И поскольку на встрече с Кенштейном общественность опять не согласилась с этим, вот и подали в суд для того, чтобы он все-таки очистил берег. Как вывозить чебенку? Да как привозили, так и вывозите. Камазами. И вот только не надо дурачка включать, что это невозможно, или там пипец, как неожиданно. Именно на проекте рекультивации изначально настаивали и Росприроднадзор, и вот все тот же Хенштейн. Поэтому и давали время карьеру управлению на доработку документов проекта. И вот тогда вот у Лаврентьева не было никаких возражений по этому поводу. Александр Алексеевич, вы сегодня несете прямые убытки и будете их нести рот до тех пор, пока вы не завершите всю эту историю. Мы хотим встретиться. Тогда, сегодня же, после совещания, руки в ноги, в Росприроднадзор, вместе со своими проектами, забираете все материалы, садитесь и смотрите. И все замечания, которые Природнадзор вам указывает, в полном объеме удовлетворяете. Ну вот, собственно, все-таки, зная, с кем дело имеют, и не сильно рассчитывая на сознательность Лаврентьева и его добрую волю, на этот счет люди тоже подстраховались. Тогда же еще подали в суд. Выиграли его, и теперь карьера управления, ну, Лаврентьев уже и по суду обязан провести рекультивационные работы. Неужели хватит ума и решения суда не исполнять? Вот я бы на это посмотрел с удовольствием. Ну а заодно и на разбирательство другого плана, почему Лаврентьев данные тогда Хенштейну слова не держит, и получается, что считает возможным чесать ему по ушам. Думаю, Александру Евсеевичу тоже было бы это интересно выяснить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok